Друзья, привет! Вначале я бы хотел сказать вам огромное спасибо за поздравления. Было очень много сообщений, люди записывали голосовухи, отправляли гифки, кто-то даже донаты присылал. Было очень приятно их почитать, я постарался на все их ответить, но если кого-то пропустил, простите, потому что сообщений было реально очень много. Большущее спасибо, друзья! Это прям действительно, знаете, такой бальзам на душу, когда столько людей поздравляют тебя с днем рождения. Еще раз, большущее спасибо, друзья! Но, а сейчас у нас не такая приятная тема. Экстренное заседание Совета Безопасности ООН, которое созвала Россия из-за атаки Соединенных Штатов и Великобритании на Йемен, на сайте ООН не открывается, представляете? Вкладка есть, на нее нажимаешь, но плеер не запускается. Ну, я думаю, что это временная техническая проблема, которую, как только решат, мы сразу же посмотрим, да, что там было на этом заседании. Но, сегодня у нас не менее интересное заседание, а именно по ближневосточному вопросу. Тем более, все эти темы связаны, да, атаки хуситов на корабли, нападение Соединенных Штатов и Великобритании на Йемен. Ну и, конечно же, корень всего – это израильская операция в Газе. И именно этой теме посвящено сегодняшнее заседание, точнее, сегодняшний обзор. По данным Министерства здравоохранения в секторе Газа, более чем 23 тысячи человек были убиты. И более 58 тысяч получили ранения. Просто какие-то ужасающие вещи там творятся. Нитаньяху в Газе устроил настоящий ад на земле. Ошеломляющая цифра – 85% населения получили психическую травму и вынуждены бежать, потом снова бежать, поскольку на них летят бомбы и ракеты. Плюс не стоит забывать, что помимо бомб, которые на них постоянно летят, люди сталкиваются с голодом, обезвоживанием, болезнями. Там распространяются инфекции. И скрыться от этого негде. Более 60% домов людей пострадали или были уничтожены в секторе Газа. Нигде, нигде люди не находятся в безопасности. А знаете, что меня еще поражает во всем этом? То, что наша либеральная тусовка все это поддерживает. Они даже заняли не то, чтобы нейтральную позицию. Они прям говорят, да, надо, надо, так их там. Даже американцы говорят, не, знаете, ребята, это уже перебор. Ну, на словах, да? Ситуация недопустимая. Мы не можем ее больше допускать и терпеть. Мы проводим последовательную политику, занимаем последовательную позицию. Палестинцы в секторе Газа должны иметь возможность как можно скорее вернуться домой, как только позволят условия. А кто препятствует созданию этих условий? Что там за страна постоянно блокирует резолюции Совета Безопасности ООН? Что за страна блокирует поправки в резолюции, которые должны призвать прекратить огонь? Не создать условия для прекращения огня, а обязует Нитаньяху прекратить огонь. Что это за страна такая? Некоторые израильские министры и те, кто разрабатывает законы, призывают насильственно перемещать палестинцев в секторе Газа. Мы это осуждаем, это заявление. Наряду с другими заявлениями израильских политиков в отношении того, что нужно проводить насильственную политику в отношении палестинского народа, лишь усугубляют ситуацию и ослождают установление прочного мира. Ну так это как раз то, что мы обсуждали в предыдущих обзорах на эту тему. Резолюция составлена таким образом, что Израиль ее может интерпретировать как угодно. Ну то есть в ней сказано, что нужно создать условия для прекращения огня. Израиль такой, ну да, выселение двух миллионов человек как раз таки создаст эти условия. Именно поэтому Россия сказала, что такая формулировка не подходит и внесла поправку, обязывающую Нитаньяху прекратить огонь, а не создать условия для прекращения огня. Но кто наложил вето на эту поправку? Правильно, Соединенные Штаты. А теперь они сидят ахают и охают. Это недопустимо. Да ладно, серьезно что ли? Также на этом заседании выступил с отличной речью Василий Небензя, которую я предлагаю вам вместе со мной посмотреть целиком, но сразу после небольшой рекламы. Сегодня я бы хотел обратиться к тем людям, которые хотели бы стать творцами продуктов, без которых нашу повседневную жизнь сложно представить. Да, друзья, я говорю об IT-продуктах. Зачастую для их разработки используется несколько языков программирования, одним из которых является Python. По статистике это лучший язык для новичков, так как он нарративный и легкий в использовании. Обучиться всем необходимым навыкам может вам помочь крутая онлайн-школа ProductStar на курсе Python-разработчик. Курс рассчитан на новичков без опыта в программировании или даже для тех, кто вечно застревал в начале обучения и терял мотивацию. Обучение можно спокойно совмещать с текущей работой или личными делами. Когда вы овладеете необходимыми навыками, сможете пройти стажировку в компаниях-партнерах. Здесь вы соберете более 10 проектов в портфолио от крупных известных брендов, таких как Озон, Амазон, Яндекс и Авито. Уже во время обучения вы напишите алгоритм для игры, мобильного приложения и создадите свою нейронку. С таким портфолио вас просто расхватают работодатели. За вами будет прикреплен личный ментор, который будет постоянно поддерживать и помогать в сложных моментах. Продакт Стар также дает гарантию трудоустройства. Если это не получится, вам вернут деньги. Все прописано в договоре. Записаться на курс можно или по ссылке в описании, или по QR-коду на экране. А по промокоду ЛИС скидка 60% и собеседование с топовым разработчиком. Переходите, сканируйте, записывайтесь, оставляйте заявку и становитесь крутым Python-разработчиком вместе с Продакт Стар. Российская Федерация поддержала инициативу Алжиру по созову сегодняшнего неочередного заседания Совета по положению в зоне Палестино-Израильского конфликта с акцентом на угрозу принудительного переселения палестинцев из сектора Газа и западного берега реки Ярдан, руководствуясь противоправдностью подобных шагов Западного Иерусалима с точки зрения международного права. И это только часть кровавого пазла, из которого складывается картина катастрофической гуманитарной ситуации в Газе. К настоящему моменту в Анклаве погибло более 23 тысяч человек и только по предварительным данным было убито более 7,5 тысяч детей. Тысячи людей числятся пропавшими под завалами разрушенных зданий. С учетом частоты и мощности ударов по населенным пунктам каждый день в Газе гибнут и получают увечья десятки, если не сотни газовитян. Гражданская инфраструктура, включая медицинские объекты, практически полностью разрушена. Тотальная блокада Газа привела к острой нехватке воды, топлива, медикаментов. С момента конфликта, уже эскалации конфликта, уже около двух миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. И половина из них – женщины и дети. Большая часть внутренне перемещенных лиц, а точнее сказать вынужденно перемещенных лиц, нашла убежище в учреждениях Бапор, которые, несмотря на свой статус, продолжают подвергаться израильским бомбардировкам. Эти люди лишились крови, имущества, средств к существованию, и многие фактически находятся на грани голода. Чудовищная гуманитарная ситуация в Газе демонстрирует, насколько катастрофичным может быть движение по пути, который игнорирует международное право. Атака 7 октября, безусловно, предусудительна. В то же время, соответствующие события не могут служить основанием для легитимизации неизбирательного применения силы Израиля в секторе Газа. Тем более в таких формах ведения боевых действий, которые фактически превращаются в коллективные наказания палестинцев, сопряженные с многочисленными грубыми нарушениями норм международного гуманитарного права. Кроме того, события 7 октября не должны рассматриваться в отрыве от долгой и кровавой истории палестино-израильского противостояния, которое длится несколько десятилетий, сопряженных с угнетением, оккупацией и многочисленными преступлениями против палестинского народа. На этом фоне Совет Безопасности ООН, как главный орган по поддержанию международного мира и безопасности, до сих пор не в состоянии выполнить свой прямой мандат и принять резолюцию, содержащую безальтернативное требование к сторонам о незамедлительном прекращении огня. С сожалению, приходится признать, что резолюция Совета Безопасности 27.12 не включает этот ключевой призыв из-за противодействия одной делегации Соединенных Штатов. Поэтому ее практическая ценность стремится к нулю. А резолюция 27.20, по которой мы воздержались и запрос по арабским государствам, под давлением Вашингтона вообще насыщена весьма сомнительными призывами про создание условий для прекращения огня. Хочу еще раз подчеркнуть, мы категорически не согласны с содержанием нынешнего ОПИ-2 резолюции 27.20 и исходим из того, что ответственность за все возможные последствия ляжет на те государства, которые дали свое согласие на его редакцию, продавленную Соединенными Штатами. Господин председатель, вкопе с постоянными неизбирательными бомбардировками, прицельными ударами по гражданским объектам, направленными на создание ужаса и паники среди мирного населения, вырисовывается целостная стратегия Западного Иерусалима по насильственному перемещению палестинцев. Ее логика проста – сделать жизнь в газе невыносимой, даже невозможной, оставляя мирному населению невообразимый выбор – покинуть родные земли или быть убитым. Продолжение насильственного выдавливания палестинцев из сектора газа и западного берега непременно всколыхнет весь регион Ближнего Востока и Севера Африки и чревато последствиями для всего мира. Секретарь ООН во главе с генеральным сестарем и подавляющее число государств членов ООН бьют в анабад, осуждая подобные планы израильского руководства и едины в стремлении предпринять решительные меры для предотвращения подобной массовой насильственной депортации палестинцев с их земли. Израильская сторона в качестве оккупирующей державы обязана соблюдать норму международного гуманитарного права, в частности статью 49 4 Женевской конвенции с 1949 года, содержащую прямой запрет на депортацию и насильственные перемещения населения. В соответствии со статьями 23 и 59 4 Женевской конвенции на оккупирующей державе также лежат специальные обязательства по обеспечению мирного населения предметами первой необходимости. На этом фоне и на фоне катастрофической гуманитарной ситуации крайнюю озабоченность вызывают планы Израиля по затоплению туннелей в газе морской водой. А речь идет по разным оценкам о заполнении 1300 коридоров общей протяженностью в 500 километров 1,5 миллионов кубометров воды. Хотел бы особо подчеркнуть, что последствия загрязнения грунтовых вод единственная источника запаса пресной воды для населения газы сохранятся на века. Реализация подобных планов грозит не только масштабной экологической катастрофой, но и сделает территорию Анклава фактически непригодной для жизни. Подобные действия могут быть квалифицированы как один из элементов геноцида согласно подпункту С статьи 2 Конвенции 48 года о предупреждении преступления и геноцида и наказании за него. С соответствующими коллективными жалобами против Израиля в Международный суд ООН уже обратились ЮАР, Бангладех, Боливия, Каморские острова, Джибути и Бразилия. И это в дополнение к предстоящему второй половине февраля в Гааге слушаний по юридическим последствиям строительства израильских поселений на оккупированных палестинских территориях. При этом едва ли стоит рассчитывать на то, что должную оценку происходящему дадут продажные инстанции типа Международного уголовного суда. У нас нет иллюзий, что британский прокурор Мус Карим Хан найдет в себе мужество пойти против своих западных кураторов и их союзников, поскольку этот орган призван обслуживать их политический интерес. Аналогичные бездействия Мус мы наблюдали и в случае с военными преступлениями Соединенных Штатов, Великобритании и их сателлитов в Афганистане, Ираке и Ливии. Так и не начавшееся расследование было попросту деприоритизировано. В отношении Израиля глава Мус ведет себя аналогичным образом, ограничиваясь невинятными оправданиями и напоминаниями о неких ранее озвученных призывах остановить насилие. На этом неутешительном фоне обращают на себя внимание циркулирующие в СМИ сообщения об идеях руководства Израиля убедить арабские, африканские и европейские страны принять палестинских беженцев, а аравийские монархии спонсировать подобные перемещения. Сам факт таких утечек в сочетании с непрекращающимися провокационными заявлениями израильского истеблишмента провоцирует дополнительную напряженность и подрывает общепризнанные международно-правовые основы Палестины и израильского урегулирования, последовательное размывание которых Вашингтоновой привело к нынешнему взрыву. В складывающих условиях принципиальные подходы Российской Федерации остаются прежними. Немедленное прекращение огня, обеспечение беспрепятственного и безопасного гуманитарного доступа, освобождение заложников и восстановление политического горизонта на двухгосударственной основе ближневосточного урегулирования. Господин председатель, эскалация в Газе продолжается уже 100 дней и нет ни единого признака ее снижения. Более того, Соединенные Штаты и их союзники собственноручно способствуют переливу конфликта и его распространению на весь регион, атаковав вчера в нарушении статьи 2 Устава ООН «Народ Йемена». Совет подробно обсудит эту выпиющую ситуацию чуть позже сегодня на отдельном брифинге. Видимо, такую эффективную двустороннюю дипломатию в регионе, а проще говоря, произвол, имеют в виду наши американские коллеги, утверждающие, что она работает лучше, чем многосторонние усилия. Все это подводит к главному выводу. Без немедленного прекращения огня в Газе, Ближний Восток рискует погрузиться в пучину полномасштабной войны с самыми серьезными глобальными последствиями. Совет Безопасности ООН обязан в самое ближайшее время вернуться к рассмотрению данного вопроса. Благодаря вас. К сожалению, с момента выхода этого заседания, а оно было 12 числа, ситуация как в Газе, так и в целом регионе еще больше усугубилась. Но это мы уже обсудим в следующих обзорах. А сейчас у меня на этом все. Что думаете, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал обязательно. Ну и если хотите поддержать меня финансово и получить доступ к дополнительному контенту, то буду рад вас видеть на Бусте. До скорого!